Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 1 июля, время 10 часов 10 минут и температура за бортом в Лондоне, 17 градусов тепла, а я сейчас к вам с хорошими, как говорится, интересными новостями. Первая из этих новостей касается, как вы сами подозреваете, выборов во Франции и приближающихся выборов в Британии. Значит, лозунг, который у нас сейчас в Британии, правящая партия проводит красным, как говорится, линией, называется так «Спасем!». У нас осталась неделя, чтобы спасти Британию от леваков. А вот как раз во Франции, после вчерашнего первого тура выборов, как раз другой лозунг. У нас всего лишь одна неделя до второго тура, следующее воскресенье, чтобы спасти Францию от праваков. И то и другое действо наводит на мысль, что это спрограммированное разрушение башен-близнецов. Видите, как я сразу, мне как-то такая экспромтом родилась, между прочим, в голове мысль. Вот некоторые меня осуждают, что я вот… Как это так? Такого слова нет цунг-цванг. Правда? А вот если бы вы, например, на цыганской лошади, на телеге все ваше добро было, и вы бы путешествовали по бескраничным просторам какой-нибудь пустыни, и ведро у вас привешено сзади, и оно такое цунг-цванг, цунг-цванг, цунг-цванг. Нет, вот как раз это именно это слово и есть. То есть зарождается у нас новая, что называется, эпоха. И эта эпоха, это идет революция сверху. В то время как низы, как говорится, лопочут своими ушами по своей, можно сказать, многострадальной голове, с которой уже все волосы повыдраны. В общем, я думаю, что это борьба нанайских мальчиков. Поэтому особо обращать внимание на то, почему там так, а там так. Вот, значит, это, ну, как бы, технические всего лишь моменты. А чем будут заниматься все наши эти, как они называются, вот, элиты после того, как, не знаю, что будет. Мало кто, наверное, обратил внимание на тот факт, что наш король в октябре месяце, он был очень активен в прошлом году, в октябре месяце, и потом в ноябре. В общем, накануне, перед тем, как он заболел тяжелой болезнью, а он ею заболел аккурат, там, это, 23 декабря, значит, попал в госпиталь, то он проехался по всем странам Европы. И встречался там в Германии, и во всех остальных встречался со всякими разными товарищами. И меня лично поразило, что когда он приехал в Францию, он выступал в парламенте. И выступал он в парламенте. Парламент стоя ему аплодировал. Вот, это называется, вот это вот, они были левые, которые спасались от правых, и королю чужого государства они стоя аплодировали. Вот, видимо, он им как раз этот план предоставил, шутка. Да, так вот, значит, сразу скажу, что вчерашние события, которые я вам сейчас расскажу, произошедшие в моем доме, как они и вообще, как это все возможно, возможно, а возможно и нет, связаны с вот этими вот происходящими процессами плавного разрушения. Вот кто помнит, башни и близнецы в 2001 году разрушились так, значит, в них врезались самолеты на разных высотах, и они раз, и все от этого обрушивались как-то так плавно, да. Но самое прикольное было, что невдалеке я разрешил сотрить эти здания под названием Барклэйс. Барклэйс, между прочим, это вполне себе у нас важный банк Барклэйс. Он работал у нас с Индией, между прочим. Еще когда-то, то я не знаю, больше 10 лет я имела глупость открыть эту карточку у себя в банке Барклэйс. Так вот, там было написано, что вот эти вот студенты из Индии, которые, они могут сюда приехать и открыть карточку у себя в Индии, чтобы сюда поступали у них средства, имея на счету 1 фунт. На самом деле, это все было по-другому немножечко. Там, в Индии, мама с папой, если хотели, чтобы сын учился здесь, они должны были дать денег. Но денег у них, допустим, не было. Как минимум 15 тысяч надо было положить на эту карточку, чтобы он здесь учился. Но поскольку, если они не могли это сделать, то им такую услугу оказывали, не знаю кто, это как бы кредит им выдавался на 15 тысяч. И они, значит, могли сюда тогда приехать официально, якобы учиться. Ну, дураку понятно, что на такую сумму тут не выучишься. По этой причине они практически все сразу же моментально шли работать. И по такой же схеме сюда приезжало огромное количество с бывшего Советского Союза, особенно с Украины. Народ сюда валил валом. Когда нам рассказывают историю про то, что вот это вот, мне вот нравится. Я не знаю даже почему, никто не обращает внимания на этот слоган, который звучит так. Украина понад усе. И усе буде Украина. И все будет Украина. Украина прежде всего. То есть, вот это называется стратегические коммуникации, которые придумал товарищ Петриус. Он их придумал для войны в Ираке. Это было придумано для войны в Ираке, потому что иракская армия была самая мощная армия на Ближнем Востоке. Это было проверено. У Саддама Хусейна была самая мощная, самая такая натренированная армия. И сейчас мы не будем вдаваться во все подробности про Кувейт и Шмувейт и про все остальное, кроме одного того, что для того, чтобы победить такую армию, было недостаточно вранья про стиральный порошок. Было надо подготовить население к тому, чтобы население на оккупированных территориях пришлыми войсками чужого государства не сопротивлялось и не устроило партизанские отряды, как это было во время Советского Союза против фашистско-гитлерских захватчиков в Белоруссии. А на Украине был очень мощный. Это армия Каупака, которая дошла аж до самой Словакии, между прочим. И даже у меня такой есть интересный рассказик, называется про Словаков, что, мол, Словакия чужие такие русофобы, а ведь вместе мы партизанили с вами. Так вот, по вот этим вот стратегическим коммуникациям, которые Патриус написал целую книгу, между прочим, и он до сих пор существует, этот Патриус, несмотря на то, что его турнули, потому что он завел шашни с соседкой, не знаю, как там оно было, но он использовал опыт советской пропаганды среди гражданского населения на оккупированных территориях, чтобы они, значит, приняли, как это называется, сопротивлялись врагу или не сопротивлялись врагу, считая его врага своим освободителем, а не вовсе тоже это. Между прочим, в антисоветских многих фильмах это красной строкой проходит, что когда немцы пришли, то все, ну там, я не знаю, государство Лапоть, вот это вот, или как оно там называлось, в общем, короче говоря, учитывая все ошибки немецких захватчиков, значит, вот это все было построено. И вся эта самая Восточная Европа легла, не сопротивляясь, не сопротивляясь, и сейчас не сопротивляется. И вот эти вот лозунги, шмозунги про то, что все будет Украина, все, включая Францию и Британию и все остальное, все будет именно так, как было задумано. И я так подозреваю очень себе сильно, то, что я вижу из окна своей квартиры, это, конечно, меня отнюдь не радует. Я имею в виду, что у нас на районе сейчас главную речь, которую ты услышишь от белых людей, это будут украинцы, причем западные украинцы. Вот, кто это понимает? Сейчас я эту тему развивать не буду, потому что меня она мало интересует, уже все понятно, уже все понятно, зачем 20 миллионов украинцев расселили по всей Европе, особенно по Восточной Европе, и что это все означает, и чему это все ведет. И вот это вот перепрограммирование мозгов, оно началось тоже не вчера, и началось оно тоже везде, одновременно, в том числе и в Западной Европе. И, как я уже говорила, что в 2010 году, когда не в 2010, в 2010 году к власти у нас в Британии пришли неожиданно для всех, значит, эти правые тори, но до этого 17 лет княжили либористы во главе с Тони Блэром, который мечтал быть президентом Евросоюза и который мечтал, спал и видел себя выше короля, даже премьерно. Но король, кстати, не королем, была королева в тот момент, и поэтому тут были свои другие процессы, но пришли к власти, кстати, совершенно случайно эти тори, они пришли, консерваторы, потому что во время предвыборной кампании к тогдашнему премьеру подошла, этот Браун был такой премьер, значит, к нему подошла женщина и ее подпустили к нему, и она сказала, что, мол, какого хрена вы напустили в страну так много мигрантов, вот, а он, когда садился в машину, микрофон был не выключен, и он сказал, кто подпустил ко мне эту, значит, тупую бабу, но не совсем тупая, переводится, значит, зашоренную, зашоренную, когда лошади зашоренную, вот она зашоренная, ничего не видит, не понимает, вот, и только видит перспективу впереди, а то, что по бокам творится, она не видит, и поэтому гнет и прет, и это слово называется Bigoted, и я вот тогда выучила, мы на курсах английского языка с нашей учительницей немкой, мы тогда вот это все обсуждали и выучили вот это слово Bigoted, и вот, поскольку микрофон был не выключен, вот это все было, значит, предоставлено в прямом эфире, ну, естественно, это правые подсветились, и в результате левые стрессом проиграли выборы 2010 года, а почему они их проиграли, я считаю, потому что нужно было срочно после кризиса 2008 года подготовиться к Олимпиаде, и вот тут возникает второй момент, который тоже очень характерен, что в это время товарищ Путин готовился тоже к Олимпиаде, его допустили к Олимпиаде в Сочи, значит, поскольку они все готовились к Олимпиаде, в это же самое время товарищи из Америки не спали, не ели, и думали, как бы нагадить своим двоюродным братьям, ну, и была зарождена именно тогда идея, вот это то, что мы пережили тут недавно в Намордниках, и так далее, и тому подобное, значит, это все дело как раз в 2010 году товарищ Билл Гейтс покинул корпорацию Microsoft и занялся исключительно глобальным здоровьем, вот как раз в 2010 году я и видела всю эту банду в этом месте, где я работала Royal Society of Medicine, это все я описываю в своей книге, это все я очень-очень изучала все эти годы, очень упорно, потому что я хотела понять, что же со мной произошло в 2011 году в этом здании, когда произошла катастрофа, которую, которая оказала просто, вот я шла по улице, и вот я вечером шла по улице с работы, я очень хорошо помню этот день, и вот я такая вся счастливая шла, и на утро я очнулась совершенно на другой, это на стороне ленты Меобиуса, я бы сказала, ты жил в раю и оказался в аду, вот так вот это все произошло, и я буквально стояла, помню, через несколько дней, я стояла на том же самом месте, я смотрела на небо, и я думала, что я же умираю, вот я на пустом месте, вот буквально неделю назад я шла, и пришла, я шла домой, мне на улице, мне мужчина там красил свои окна, значит, и он мне сказал комплимент, который выглядит так, you look ten out of ten, то есть ты выглядишь на десятку, то есть все в тебе, это поет и пляшет, ты счастлива и тому подобное, всякое разное, и вдруг я стою, я понимаю, что я умираю, вот я все, и меня больше не будет на земле, никогда, никогда не будет на земле, а тут моя дочь у меня тоже есть, которую надо защищать, которая была тогда всего ничего, 24 года, девчонки, и у нас никого нет, кроме нас двоих, на этом свете у нас нет, ни родственников, ни в общем-то, как выясняется, друзей особо у нас там нету, вот, и в общем в результате, в результате произошло вот это все, что произошло, и, значит, мне хотелось понять, что же произошло со мной, почему это произошло со мной, и поэтому я очень серьезно вот так вот восприняла позже дело Скрипаля, а перед этим было дело Литвиненко, да, а потом вот это дело Скрипаля, и все это ложится в одну и ту же конву, причем непонятно, кто кому за что мыстил, как я так подозреваю, как я уже сказала, я очень сильно подозреваю, что Британия большую ставку делала на Украину, и на украинцев, и кроме того, естественно, я это просто знаю, в силу очень многих обстоятельств, на Украине медицина была лучше, чем в России, вот, вы можете спорить со мной, можете не спорить, да, может в Москве, да, может в Санкт-Петербурге, но тогда в Ленинграде, я не думаю, потому что я в Ленинграде бывала, я там училась, но насчет Москвы ничего сказать не могу, но Россия, Велика, тут все это мы рассказывать не будем, но что касается Украины, что касается Украины, того же самого Днепропетровска, то же самое Одесса, то же самое Харькова, то же самое, там Донецк, не знаю, но насчет Киева, это были действительно научные центры, медицинские, серьезные разработки, меня лечили врачи тогда из Днепропетровска, Днепропетровский мединститут, значит, Запорожский мед, когда рухнул, так сказать, Советский Союз, то, естественно, все эти люди, они же востребованы, где-то были кем-то, и все их разработки кем-то, где-то были востребованы, зачем-то, кто-то их взял на баланс, потому что я просто знаю тех профессоров и так далее, которые здесь зарабатывали, и что-то разрабатывали, и кто-то кому-то чем-то занимался, в общем, короче говоря, мы подходим к такому моменту, когда одни активно подпадают, подмахивали заложным товарищам, а некоторые здесь, ну, британским товарищам это вылизывали какие-то места. Вот. И вот эта вот вся обработка населения, оставшегося, то вот это вот как бы соорудился этот самый котлован, как говорят англичане, триггер. Ну и так и вот, не особо что-то я понимая, оказалась в таком аду, что это всем не расскажешь. И когда я обратилась к местной власти, к нашей, я с удивлением узнала, что наша местная дива, значит, она тогда была всего лишь 28 лет у труду, моей дочери 24 лет, она претендует быть вторым человеком в партии либаристов, если придут они к власти. вот, если они придут к власти. И вот как раз, и вот как раз здесь мне устроили, мало там мне устроили, где меня уволили с работы и стали увольнять мою дочь, то здесь мне устроили ад номер два. У меня наверху поселились соседи, это был брат вот этой вот, которая съехала, Самира, а это был ее брат, который был настолько радикально выглядевший и радикально бывший, что даже трудно себе представить, кем он был на самом деле. Вот, и он, значит, переехал сюда, в эту квартиру, срочно наверху со своей женой и двумя малолетними детьми. Значит, при этом она была беременная, потому что она все время ее по утрам рвало в ванне. Почему? Потому что тут слышимость просто, ну, стопроцентная. Все слышно, не только квартира наверху, но и квартира выше наверху. Вот, тут три квартиры у нас, значит, и еще три, то есть шесть квартир в доме. Значит, и вот этот брат, он, ну, она вообще даже сложно себе представить, что из себя представляла, что он, что его жена, вот, что эти двое детей. Вообще, это очень большая проблема, которую сейчас я поднимать не буду, то эта проблема заключается в том, что у нас половина населения на районе, это христиане, вот этого толка, вот этого, знаете, карибского, вот этого, когда, что Иисус Христос был черный, и вообще, что, ну, в общем, короче, у них свое, они очень объединены, у них они каждое воскресенье все собираются вместе, и очень красиво, между прочим, поют, вот, очень красиво, ритмично, у них там такие песни, Jesus, да-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, вот такое, это интересно, да, вот, и, конечно, эта община очень мощная у них здесь, это карибское, а с другой стороны, здесь Пакистан, когда вот это вот появился лозунг, Free Palestine, то я лично подумала, что надо здесь сказать, что Free Pakistan, вот такое вот, значит, но, а также здесь есть у нас товарищи с провинции Индии, которая называется Пенджаб, значит, не даст соврать, канадский премьер, который попал под раздачу на двадцатке, вы помните, настолько на него взбесился Моди, что Моди, значит, устроил ему такое 24-часовое сидение в самолете, когда самолет канадского Трюдо они выпускали из Индии, потому что в Канаде в это время происходили события, связанные как раз с вот этим вот провинцией Пенджаб. И если вы спросите у этих ребят, которые, значит, из Пенджаба, вот у нас учительница, значит, не знала, и она девушке говорит, ну, ты же с Индией, она говорит, ну, I'm from Pенджаб, какой еще тебе Индия придумала, ты тоже мне, вот, это все связано с золотым храмом, вот этим вот, золотым храмом, вот это вот, с этим, вот этими вот синхами, значит, с тем, как они Индиру Ганди, это, ну, это, ну, вы знаете, что случилось с Индирой Ганди, и в Канаде очень большая мощная община, и они праздновали день, когда Индирой Ганди, они, там, это юбилей какой-то, там, в общем, это было хождение, значит, они устроили, как там, манифестацию, ну, в честь, в честь, так сказать, победы над Индирой Ганди, это ее, это, в день смерти ее, когда они прикокнули, то, значит, три километра была, так сказать, очередь к этой статуе, которую они поставили, чтобы плюнуть на нее, значит, кстати, ходят упорные слухи, что, когда Индирой Ганди захотела выкурить те вот татаристов из золотого храма, то помогали ей исключительно британские, что называется, спецслужбы, ну, в общем, это было, как было, не знаю, я там не была, но я знаю очень хорошо, что у нас из этой провинции Пенджаб тоже есть люди, мало того, интересно то, что вот этот дом, о котором я вам говорю, значит, владельцы квартир этих шести, разные люди, они здесь никогда не были, никогда не будут, они живут в том же самом, скорее всего, Пенджабе, вот, им показали картинку, причем показали картинку другого дома, то есть, им показали картинку, что они купили здесь, не вот это вот, 31 квадратный метр в шестикомнатно-квартирном доме, а показан дом с садом, двухэтажный, причем это государственный дом, вот, и что, вот вы купили вот это за, на тот момент, 230 тысяч, это был 15-й год, а сейчас такая квартира стоит полмиллиона здесь, вот, и вообще, одним словом, вторым моментом, здесь очень принято, это вот, это вот такое, очень странное отношение, властей, вот это, ну, как это назвать, ну, в общем, сложно это охарактеризовать, то есть, здесь есть люди первого, второго и четвертого сорта, к людям четвертого сорта относятся восточные европейцы, и они вообще здесь никто, и, кстати, сказать, что в глаза, в глаза нас с девчонками, мы в суде находимся, в трибунале, нас в глаза обзывали цыганы, что это их национальность цыгане, они их разные цыгане, и все, что они вытворяют, они только и умеют, что врать, красть, и плохо убирать номера в этом вот отеле, в котором мы работали здесь, и где нас, как тех тараканов, отравили сложными химическими веществами, чтобы побороть клопов, а клопы, между прочим, появились в Лондоне раньше, чем в Париже, который сейчас страдает, и, возможно, Олимпиады не будет, но Олимпиады там, возможно, не будет по другой совсем причине, я так подозреваю, и я скажу, по какой причине, я думаю, там не будет Олимпиады, Францию надо добить, и сейчас ее добьют, либо обостанием, либо что еще, либо еще чем-то, наказать, наказать, надо наказать, добить, но тут интересен, вот какой момент про Францию, кстати, тут я послушала одного товарища, и это прояснилось у меня в голове, когда было вот это, то, что вот это было, вот это в намордниках, и с пшеньканьем вот это в руку, то Эммануэль Макрон занял у американских этих пенсионных фондов 300 миллиардов долларов, чтобы экономика не разрушилась полностью, да, вот, а теперь этот долг висит на всех, и теперь Эммануэль Макрон сказал, что а мы со временем эти долги просто, как говорится, выбросим в корзину, и не будем эти 300 миллиардов выплачивать назад, значит, речь идет о пенсионных фондах Америки, И, кстати, о пенсионных фондах Америки, есть подозрение очень сильное, что аж в 2001 году, когда вот эти близнецы башни рушились от самолетов, которые в них врезались, и упал здание под названием Барклэйс, значит, в это время, пока они там разрушались, в некоторых кабинетах на этих, значит, башнях, близнецах стояли компьютеры, и они, эти компьютеры, значит, работали просто, как говорится, без остановки, просто дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар, и в это время деньги с пенсионных фондов, в основном Британии, которые там хранились, они куда-то, это переэта, как это называется, переэта, перелетали, куда они перелетели, никто не знает, но с трудом, видимо, пережили тот момент, а потом с трудом стали переживать вот этот момент, значит, а что теперь произошло, значит, в 2010 году, неожиданно, потеряв власть, и неожиданно Тони Блэр не смог стать президентом Европейского Союза, и теперь об этом вообще даже не говорится, значит, пришлось выйти из Европейского Союза, значит, Франция, тоже Макрон, приезжал к нам перед Брекзитом, и угрожал, что если вы выйдете, то мы, Франция, вам вообще запретим все то, то и то и все, а теперь где у нас товарищ Макрон, правильно, вот, еще через неделю от него останутся одни перья, потому что если он не подаст в отставку, ну и не хочет, не надо, у него будет правительство такое, что на каждом шагу он будет получать по мордам, значит, интересно здесь именно то, что французы, это, ну, у них это в голове, в генах, вы знаете, это именно там родилась вот эта вот, свобода, равенство, братство, да, а в Англии, английская революция, это была революция машин, именно техническая революция, когда люди, работники восставали против машин, то есть они били машины, а, например, Генри Форд, который придумал свои машины производить на потоке, значит, придумал конвейер, его объявили официально сумасшедшим, потому что, как это может конвейер работать и выпускать автомобили, автомобили надо выпускать в одном гараже, как он это делал, в общем, короче, получается, что здесь британцы получают совсем другое, к чему они привыкли, и совершенно справедливо говорится, что налоги будут повышены, то, что мы увидели в Гане, когда налоги были такие созданы, условия, что люди просто вышли на улицы, вот, и, значит, 27 числа у нас выпущен Тони Робертсон из этой канадской клиники для душевно-нездоровых, и он вернется, и 27 числа здесь будет поход на Лондонград, на Лондон, Лондонстан, как он называет это, а здесь уже будет правительство совсем другое, но парламент то соберется только в сентябре, значит, парламент сейчас уйдет на каникулы, не важно кто будет выбран, но новые члены парламента, первое заседание у них будет в сентябре, а все это время править здесь будут еще все еще куски, да, гребать местные, вот этот, не знаю, реки Сунак, потому что по-другому так не бывает, я не знаю, конечно, может быть, я ошибаюсь, в результате во Франции в это время должна будет проходить Олимпиада, ну как она будет проходить эта Олимпиада, если там сейчас начнут они тоже, как это, как это, баррикада на баррикаду идти, и уже начались эти всякие разные, то есть создается такая обстановочка, которая была в свое время создана между украинцами и русскими, и кто первый сморгнет, тот и получит по мозгам, в общем, мне даже сложно это вот все осознать, между прочим, но единственное, что вчера, когда я увидела, что они в срочном порядке съезжают, вот эти вот ребята, я поняла, что наша местная дива, в общем-то, тоже как-то озаботилась этой ситуацией, потому что ей как-то надо решать вот эту вот ситуацию, потому что она же может быть очень-очень для нее неприятной, даже если сейчас, сейчас, ну, мне сложно понять, как она из этого выкрутится, единственный у нее способ это, как это называется, если не знаешь как, то возглавь, да, то есть она может сказать, что это я сделала все для того, чтобы восторжиставала справедливость в отношении этих несчастных женщин, этот работодатель был плохой работодатель, вот этот вот отель, и он был неправ, суд, который, можно сказать, закинул под автобус 21 числа нашу подругу, значит, которая была несправедливо уволена, и они сказали, мы не будем рассматривать это, значит, мы вдвоем, которые до сих пор до ноября, должны в суде, тут это как бы оправдываться, что мы наоборот пострадавшие, а не мы, они нас будут обвинять, что мы аферистки, которые хотим денег срубить с невинного работодателя, то есть единственный выход здесь только в этом, что она скажет, это я вмешалась, и потому что я вмешалась, восторжествовала справедливость в отношении этих трех несчастных женщин, которые находятся в суде. Только так этот вопрос может быть решен. Значит, и вот это вот я вижу знак, то есть решение суда, несправедливое, было принято 21 июня, 26 июня суд сказал, что можете подать апелляцию или перерешать. Если вы подадите нам письменно, то мы перерешаем, возможно, пересмотрим свое решение. И вот это была среда, в воскресенье мои соседи съехали, потому что я сказала, что мы же будем жаловаться королю. А кому? Значит, когда мне буквально в четверг позвонила это агентша с агентства представляющего ландлорда, и она мне сказала, типа, ну вот ты тут не платишь. Я сказала, ну мы же с вами в суде, чего я вам не плачу? Я вам плачу столько, сколько я плачу по контракту, а если вы хотите больше, ну пойдем в суд, и там будем разбираться, почему я должна платить больше. Вообще мы будем жаловаться королю. Она сказала, кому? Я сказала, королю. Ты знаешь, что у нас король? Она сказала, да. И потом она сказала, ну хорошо, ладно, спросила, ты мне ответила. Это было в четверг, в воскресенье, они уже быстренько-быстренько съехали, якобы, потому что они якобы, им не устраивает цена за квартиру, очень дорого платить, им повысили. Я не думаю, что им чтобы-то не было повысили, я думаю, что они вообще никогда, за эту квартиру не платили. То есть они деньги получали, как малоимущая семья, имея Мерседес и так далее, и кроме того, он же получал деньги на то, чтобы смотрел за женой, так сказать. Они деньги получали, все это вытворили, но не платили ни копейки по той простой причине, что этой квартиры не существует. Понимаете? И это сложно объяснить, почему ее не существует, но ее просто нет. Почему? Потому что вместо этой квартиры существует дом номер 4 в начале улицы. Это тот дом, который, я вам говорила, что он был продан под видом этой квартиры, но фотографии были того дома, а продана была вот эта вот квартира. В том доме был сад, двухэтажный дом, принадлежащий государству, в котором жила бабка, англичанка, и которую из него вытуривали, вытуривали, выселяли, чтобы туда заселить совсем других людей. А с бабкой, что произошло, это вообще отдельная песня. Ну вот видите, как вот все складывается. Иногда в жизни даже не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Единственное, что я могу сказать, что я ощущаю, как англичанин говорят, релиф. Я вот просто вот как бы стала свободнее дышать, как будто на меня никто больше не давит. Вот эти вот ребята наверху, которые мне устраивали вот эти вот акции, то, что они мне устраивали, там у них текло что-то странное из туалета, якобы протекало в моем туалете. У меня по квартире ползали, мокрицы заползали мне там в кружке за ночь. Ну, мокрицы, ладно, на вот эти слизни, которые в общем, короче. Знаю, что это никто ничего не понял, но тот, кто меня давно слышал, тот понял, что тут что-то начинает налаживаться. Ну, а пока, пока.